Василий Экстерн. Ледяная симфония. Юрий вспоминал бабушкину кухоньку в кирпичной пятиэтажке. Газовую плиту в пятнышках сколов, киноварный сопящий чайник, столик в линялой клеенке, вазочку на ножке с конфетами в обертке и подушечками, марлю в форточном проеме, особое зимнее тепло. В то время и в том районе один дом считался холодным, другой прохладным, третий теплым, но не очень. А вот бабушкин – очень теплым. А сейчас они создают собственный уют. Юрик, ты что делаешь? Снеговика леплю, пользуюсь оттепелью. Ничего себе, я тоже хочу. Присоединяйся, можешь и Захара позвать. Он рассмеялся, видя искренний интерес Зои к его занятию. Подтянутый и экономный в движениях, в своей большой красной-синей куртке он был похож на робота. Женщина в спортивном костюме, стоявшей на аккуратной террасе, мотнув каштановыми волосами, поспешила за блестящую прозрачную дверь. Юрий, продолжая улыбаться, разминал руки. Далеко отбрасывал их назад и хлопал перчатками перед собой, сбивая с ткани крошки налипшего снега. Прямо перед ним на фоне Ельника представал Барнхаус площадью 50 метров. Может быть, вы полагаете, что такой дом тесноват для троих? Ничуть. Благодаря удобной планировке места хватает всем. У каждого своя небольшая комната, а для общих собраний предусмотрен светлый зал. Проживая в таком доме, вы будете чувствовать себя замечательно. Да, в нем нет спортзала. Но если вы желаете размять ноги, к вашим услугам лес, поле, дорога, в сущности, вся земля. Захарий, идем с папой лепить снеговика. Снеговика? Паренек резко отвернулся от экрана и округлил синие глаза. Серьезно? Конечно. Побежали. Мама Зоя, производя быстрые короткие шаги, ринулась обратно. На ней уже красовались розово-белая курточка и дутые сапоги. Захар поспешил следом, тоненько мыча от предвкушения. Как же тут классно! Идея оставить городскую квартиру и провести праздники на приволе принадлежала папе Юре, он же провел подготовку. И вот три дня они жили-были в комфортабельной избушке на лесной опушке. Лепота! При виде Захара и Зои Юрий прикричал. О, полет нормальный! И, наскоро слепив рыхлый снежок, метко бросил его в ушанку Захара. Тот, улыбаясь, отмахнулся от снаряда, когда тот уже рассыпался. Ну, пап, чё-то как маленький. Где тут снеговик? Вот, на первом этапе строительства Юрий указал настоящий среди отпечатков подошв в белый шар. Пока только фундамент. Но что нам стоит снеговика построить? Вы готовы, дети? Да, капитан? Поехали! Через полчаса занимательной возни возник снеговик. Он был наделен руками, еловыми лапами, глазами, шишками, носом, морковью. — Ура! — закричал Захар. — Вот и готов наш снеговичок. Как же мы его назовем? — Крис, — предложил Юрий. — Почему? — Потому что снег — это кристаллы воды, кристалл сокращенно Крис. — Здорово! А еще как Мэри Крисмас! А я предлагаю назвать его Морковка, потому что у него вместо носа морковка подключилась к обсуждению мама Зоя. — Тоже неплохо, — одобрил папа Юра. И они отправились пить чай, чтобы остыть и согреться. А остыть, потому что немножко вспотели, согреться, потому что пальцы у них все-таки озябли. Отличный квадратный стол располагался у отличного квадратного окна. Отпивая из маленькой белой чашечки кофе, Юрий наслаждался приятными мыслями. В том числе ироничными. Ну и где все эти предупреждалые? Смешные люди, особенно Федор, тот, у которого наставлял на праздники машину и арендовал, чтобы добраться сюда через поле, снегоход с санками. Темнота! Привык жить, как в X веке. Ну зачем сейчас дома из бревен с печками? То ли дело так. Электричества хватает и на тепло, и на освещение, и на технику. А скоро они еще и гирлянды развесят. Зой? Да. Ты сняла, как у нас голова отвалилась, а потом мы с Захаром ее приставляли? Сняла. А как он в лес за ветками бегал? Конечно. Пап, ну можно я их у тебя выдерну? Чего они торчат? Протянул Захар. Давай, ты даже не почувствуешь. Речь шла о длинных волосках ушной мочки, на которой ребенок уже не раз покушался. Видимо, ему было интересно посмотреть, как папа морщится и ойкает. Нет, и еще раз нет. Захар отстанет папиных волос. Так ты посмотри на них, что это такое? Захар указал на предмет обсуждения пальцами, повернутые вверх ладони. Это ж целые елки! Нет, елки не такие, не согласилась мама Зоя. Елки зеленые, а волоски волшебные. Вот именно волшебные, подтвердил Юрий. А ведь ты знаешь, что Новый год – время волшебства. И что же, в такую пору ты хочешь лишить меня магии? Ну и ну! Впрочем, я, конечно, знаю, что это не так. Ты просто шутишь, верно? Да, пожалуй, так оно и есть, деликатно согласился Захар. Тогда давай посмотрим кино. Кино, кино! Оживилась Зоя. Свет погас. Вспыхнул глаз проектора. По стенке заскользили лучи, рисуя увлекательное повествование. Интернет-связь работала не лучшим образом, но в ней не существовало надобности. На привезенных накопителях было порядка ста фильмов и сериалы, чьи моменты можно пересматривать. Сейчас они решили пробежаться по сериям с суровыми и красивыми реалиями. Казалось, исключительно таинственным образом сочетаются полумрак в доме и темнота за окном. То, что они находятся в еловом лесу и огнедышащие драконы. Все было одновременно мирно и тревожно, известно и непредсказуемо. На следующее утро Юрий проснулся от холода. Неудивительно, ведь он привык зимой и летом спать под тонким одеялом. Одевшись, он вышел в общую комнату и посмотрел на термометр за окном. Минус двадцать девять. Вот так сюрприз. А сколько же в доме? Пятнадцать. Видимо, мощности конвекторов не хватает. Не теряя времени, он направился в вагончик-кладовку и принес буржуйку с трубой. Через полчаса в печурке трещали сухие полежки. Дом наполнялся живым теплом. Ой, он уже и печку затопил, изумилась Зоя. Вслед за ней Захар одобрил папины изобретения. День снова прошел великолепно. Перед обедом они отважились немного погулять на лыжах, по выражению Зои, поморозить носы. Носы у них действительно замерзли, так что приходилось их время от времени тереть перчатками и шарфами. Юра этим не ограничился и натер свой нос рассыпчатым снегом. Он призывал жену и сына поступить так же, но они только фыркали. Вечером снова смотрели кино, и вот пришла пора спать. Захар уснилось, что он вырывает папины волшебные волоски. Только это оказалось нелегким делом. Во-первых, они ускользали, во-вторых, его кусали за ноги белые мышки. Их было ужасно много, этих свирепых мышей. «Захар, Захар, проснись!» Захар открыл глаза и увидел трясущегося папу. Но это не папа, трясся, а наоборот, Захар, потому что папа тряс его за плечи. А потом отпустил, заметив кисти ребенка. Ногти на покрытых запекшейся кровью пальцах были обломаны, некоторые отслоились. Позади раздался сдавленный всхлип. Это мама Зоя увидела кровь. Отбросив одеяло, Юрий открыл красные, синие, изрезанные голени и стопы. «Как мы это проспали?» «Захар, ты говорить можешь?» «Могу. Что случилось?» Юрий с некоторым облегчением вздохнул и деловым тоном произнес. «Так, Зою, тащи аптечку и чайник включи». Когда раны были обработаны, Захар узнал кое-что феноменальное. Оказывается, каким-то образом он умудрился вынести из дома три конвектора и утащить их куда-то в неведомые лесные дали. Покачав головой, он хотел было пуститься в рассуждение, но передумал. Таким образом, у них оставался только один конвектор, и при дыхании в воздухе появлялся легкий пар. Сходив несколько раз до вагончика, Юрий наносил приличную груду полешек. Но это, собственно, все, что было в запасе. Разведя огонь, он велел Зою подкидывать, а сам переобулся, взял лыжи с палками и поспешил на поиски обогревателей. «Как думаешь, найдет?» – шмыгнув носом, поинтересовался Захар. «Не знаю, все зависит от его сноровки следопыта. Он бывалый Чинганчгу, скорее всего, что-нибудь найдет», – рассудила Зоя, согревая у утопки тонкие пальцы. «Если что, можем снегоход завести, в деревню ехать, а там – домой. Снова заговорил Захар. «Вообще-то сейчас здесь наш дом, нужно за него бороться». «Бороться?» «Да, преодолевать трудности». «Понял, держаться вместе». «Вот именно, давай кулачок». Зоя выставила кулачок, и Захар с улыбкой тихонько ударил в него своим. Юрий шел, натыкаясь на занесенный валежник. Узкие лыжи елозили и проваливались. Задачи, которая казалась простой, таковой не оказалось. Сын слонозаправский заяц запутал следы. Однако довольно быстро мужчина обнаружил один прикопанный ледяным порошком конвектор. Но в негодном состоянии. Шнур был выдернут, корпус погнул. «Очевидно, его колотили об ствол дерева. Вряд ли теперь с этой рухлядью можно что-то сделать». Юрий подозревал, что и другие примерно в таком же состоянии. «Так стоит ли их искать?» Он посмотрел вверх на отороченный ветками кусок сияющего неба. Выдохнул густой стол. «Холод!» «Это голод по теплу. Вот что это такое!» И опустив взгляд, он увидел в пяти метрах от себя застывшего волка. Тот смотрел на него глазами чуткими, но спокойными, как неподвижный воздух, подсвеченный хвоей. Юрий тоже не терял спокойствия. Хищник повернул голову и медленно пошел в сторону. Юрий поехал к дому. Вечером решили продержаться пару дней, встретить Новый год, а уже после ретироваться. И то, вероятно, ненадолго. Ведь что им мешает приобрести обогреватель и вернуться? Перед сном печку хорошенько раскочегарили. Лежа в кровати, каждый думал о чем-то своем. Связанный Захар считал абстрактных барашков. Зоя строила будущее, посылая туда благотворную энергию. Юрий вспоминал лес и свой жизненный путь. Школу, армию, институт, большие планы, первые бизнесы. То он торговал мороженым в ветхом киоске, то возил баулы. Потом занялся проращиванием зерен в своей ванной. Экопитание. Дальше больше. Закрутилось, завертелось. Производство аквариумов организовал. Фасовал корм для попугайчиков. Ну и развлекался, конечно. Выпивал, бабничал. Потом вот Зоюшку встретил. Интересно, спит она там или нет? Спит, наверное. Он забылся и уснул. И обнаружил, что сидит за столом у окна. За окном горел день. Вдруг стекло разлетелось на длинные осколки. Однако не упало. Да и стекло ли это? Нет. Это крылья огромной стрекозы, которая жужжа висит посреди комнаты. А на стрекозе сидит забавный человечек в серебристом костюме с прозрачной сферой вокруг головы. Глаза у него круглые, а лицо веселое и хитрое. Ты это кто? Удивился Юрий. Я? Неужели не узнал меня? Юрий! Да, твой космический крестный отец. Действительно. Сейчас я понял, что и сам это знал. Считал, что ты помогаешь мне, внушаешь смелость. И сейчас помогу. Нечего вам от холода страдать. Слушай меня и делай, как я скажу. С радостью! Крестный взмахнул руками, рассеял в воздухе облако блестящей пыли, мелодично рассмеялся и, сверкая, вылетел в окно. Юрий, который выяснил из этого звона все, что нужно, накинул куртку, взял разделочный нож и выбежал во двор, неярко освещенный фонариками. Глубоко вдохнул обжигающий холодный воздух, подошел к снеговику и выдолбил выемку в скользкой заледеневшей голове. Оценил работу и провел лезвием по ладони. Горячая кровь застроилась в подготовленное вместилище. Юрий повторял необходимые ритуальные слова. Когда кровь замедлилась, замедлилась речь. Когда кровь перестала течь, Юрий замолчал. Постояв еще сколько-то у снеговика, он сбросил куртку и отправился на прогулку. Юрий смотрел на природу новыми глазами, радуясь невиданному прежде зрению и легкости восприятия. Он не чувствовал холода, в его жилах весело звенели кристаллы. Сделав крюк по лесу, он направился к дому. Над верхушками занималось утро. Зайдя в дом, Юрий поморщился от затхлого воздуха, распахнул и зафиксировал дверь. Через пять минут появилась Зоя. Ее лицо вытянулось от неожиданности. Что с тобой? Ты словно снег. Не шуми, Зоенька, сегодня ко мне прилетал крестный. Оказывается, можно не мерзнуть и видеть все в другом, тонком свете. Ты мне веришь? Конечно верю. Я в тебе не сомневался. Ты со мной? Да. Иди сюда. Они сблизились. Открой рот. Она открыла рот. Юрий выдохнул рой кристаллов. Зоины глаза подернулись бледной пленкой, тело задрожало. Скоро склеры прояснились, приобрели яркие блеска и нежную призрачность. Радужки стали светлее, но губах заиграла улыбка. Ах, ах, это космос. Полет нормальный? Отпадный, может Захара разбудить? Не надо, сам проснется. Действительно, вскоре Захар проснулся, щелкаю зубами от холода. В это время термометр в помещении показывал минус пятнадцать. Дверь была открыта, ветер набросал на коврик ювелирных снежинок. О, мам! На лице мальчика переминалось удивление. Родители повернули к нему белые лица. В глазах, словно сделанных из хрусталя разного оттенка, мерцало холодное тепло. Зрачки имели серебряный блеск, напоминая цветом грифель простого карандаша. На белеющих волосах мамы Зои переливался иний. Иди сюда, сынок! Папа Юра положил угловатую кисть на руку мамы Зои и широко улыбнулся. Мама Зои кивнула, стряхивая микроскопические блестки, и улыбнулась тоже. Захар неуверенно шагнул к ним, но тут же очнулся и зашагал быстрее. «Это же папа с мамой!» Мама погладила его по волосам нежной холодной рукой. «Открой рот, Захарушка, как у стоматолога». Захар стоял с открытым ртом, глаза его перемещались и вдруг застыли. Состоящий из двух вихрей воздушный поцелуй заморозил его гортань, заледенил бронхи, окутал сердце. И вот уже по жилам несутся острые смешливые снежинки. «Как приятно! Так будет всегда!» «Всегда!» улыбнулась мама Зоя. «И приятно, и весело! Давай постучу по глазику». И она несколько раз стукнула ногтем по глазу Захара. «Дзинь-динь, дзинь-дзинь-динь», мелодично пропел глаз. Захар рассмеялся. «Полет нормальный!» резюмировал Юра. «Однако Новый год на носу! Пора украшать дом!» «Да, пришло время!» Так они и хотели украсить пространство в канун праздника. Юрий принес из кладовки баллончики. Темно-коричневый профиль барнхауза стал нарядным. На нем появились золотые и серебряные дуги, звезды, зигзаги, снежинки, пятна, кресты, завитушки, зеленые и красные акценты. Далее Юрий протянул по периметру гирлянды. На террасу выставили напольные вазы, наполнили их хвойными и ольховыми ветками. На ветке повесили игрушки и щедро обсыпали эти композиции разноцветным дождем. Снеговику в качестве шляпы подарили навехонькое ведро. Внутри дома наклеили на окна снежинки из разноцветной бумаги, развесили ленты. Вечером зажгли огни, достали из коробок хлопушки и фейерверки. Сейчас они были как никогда едины и общались по большей части при помощи молчания, взглядов и мелодичного смеха. Блюда из разных продуктов готовить не стали, ведь теперь они ели снег. Вот из него и настряпали вкусностей. Вернее, все больше мама Зоя старалась. Напрессовала и нарезала салатов, намешала каши, наморозила пирожных. Да много чего наделала, доказав, что успех в кулинарии зависит от полета фантазии. В 22 часа основные приготовления были закончены. Папа Юра аккуратно разбил две бутылки и насыпал в ведерко мелко наколотого шампанского, чтобы потом смаковать его маленькими кусочками. По завершении дела казалось, что у них еще уйма времени до заветной минуты. Тогда, усевшись на диван, они стали выдыхать облачка кристаллов, из которых формировали разные картинки. Ведь теперь снег подчинялся их воле. Ближе к 12 часам хотели включить выступление президента, однако ноутбук затрещал и отказался работать. Надо же, какая ненадежная техника! При минус 30 выходит из строя, наигранно посетовал Юрий. Ведь им было совершенно все равно, посмотрят они сегодня на кого-то кроме себя или нет. Когда часы показали 12, семья чокнулась. Зазвенел смех, зазвенели глаза. Папа Юра потряс головой, из нее тоже раздался звон. На этот раз его примеру тут же последовали. Вокруг прекрасного, уютного дома распространялась волшебная мелодия. Они божественно проводили время. «А что мы будем делать дальше?» спросил Захар, демонстрируя недюжную для девяти лет рассудительность. «Отправимся к людям, чтобы подарить им новое счастье!» ответил Юрий. «Круто! Как белые ходоки! У-у-у! Зима близко!» «Нет, Захар!» с улыбкой прозвенела мама Зоя. «Зима уже тут!» Они рассмеялись и встали из-за стола. Три белых сверхчеловека, сияющие, неспешные, в просторных одеяниях, сделанных из постельного белья и веревок. Посмотрев на маму Зою, папа Юра быстрыми движениями кисти создал на ее голове ажурную диадему. В ответ она наградила его угловатой величественной короной. Захару не смастерили симпатичный венок и вышли из дома. Ночь была светла, словно день. «Пап?» «Да, сын. Может, возьмем с собой крис и морковку?» «Пожалуй». Юрий щелкнул пальцами, снеговик отрастил несколько гибких ножек и поспешил за ними в растущую ледяную симфонию. «Так. Капельница, растирание. Скоро он явится, Леня, будь наготове. Ну а ты, Вера, в этот раз в обморок не будешь падать?» «Не буду, Федя». По лицу девушки в застернанном медицинском халате скользнула смущенная улыбка. Федор еще раз глянул на нее. Леонид смотрел в окно. Он впервые участвовал в настолько странном деле и согласился на это лишь после обстоятельного разговора. «Можно сказать, склеить этот диалог их обрывков, вытряхнуть лишний мат и получить примерно следующее?» «Ты не бойся, ничего тебе в крайнем случае не грозит». «Ну, пришел человек травмирован и оказали ему первую помощь. Если он все-таки умер, мы-то тут при чем? Знать ничего не знали. Между прочим, я его пробовал отговаривать. Пытался напоить, у себя на праздники оставить. Бесполезно». «Сколько он, так уже, говоришь, празднует?» «Шестой раз». «Ему в Кащенко надо». «Надо». А с другой стороны, его право. Так вот скорбит. И похоронил их, кстати, где-то там. Он ведь для них этот дом строил. И достроил уже. Планировал привезти на Новый год. Не срослось». «Да, история. А я почти не заметил, когда короной болел. Разная восприимчивость. Он серьезно думает, что они не умерли?» «В это время похоже на то. А так целый год нормальный. Когда в начале декабря приезжает, чтобы все подготовить, человек человеком. И даже прямо вот-вот перед этим. Но стоит ему на снегоход сесть, все. Начинает оборачиваться, с пустотой разговаривать. И понеслось. Я раньше наблюдал за ним, когда он чудит, потом перестал, чтобы свою голову поберечь. Он там все делает что-то, разговаривает, играет, смеется. За троих, в общем, общается. По итогу это грустно кончается. Во второй раз он все окна и фонари расколошматил. В третий елку неподалеку сжег. «Но это нас, я поясняю, не касается. Тебе за помощь 150 штук. Работа на полчаса. Может, конечно, будет сопротивляться, он бешеный после этих дней. Но зато и ослабший. Свяжем, чтобы не дергался, а дальше верщик его отколит, откапает. Ничего сложного». Данный разговор состоялся около месяца тому, когда Федор узнал, что корешок, до этого помогавший ему ловить и связывать Юрия, в этот раз не примет участия в мероприятии. Поразмышляв, Леня решил помочь. Деньги хорошие. Обычно Юрий выходил к поселку ночью 1 января, оборванный и одичавший. Непонятно откуда, но он знал и соблюдал временные границы своего безумия. И как бы давал сигнал, что возвращается, когда гасил весь свет, в том числе наружные приборы. Раздалось назойливое пиканье. Звонил паренек, наблюдавший за домом сумасшедшего из леса, чтобы получить свою десятку. Медсестра имела тридцатку. А всего Федор брал с Юрия за поимку и курс лечения полмиллиона. Конечно, если что случится с техникой, компенсация отдельно. Федор схватил мобильный. «Да?» «Идет», – раздался голос подростка. «Ноги в руки!» – проорал Федор. Быстро одевшись, они поспешили по еще приметным следам снегохода и сани в поле, стиснутые лесом. Ветер становился сильнее, снег щипал лицо. Потоки электрического света выхватывали осыпи льдинок, размывались и превращались в бледную мглу. Минут через двадцать они увидели Юрия. Фонари высветили его довольно отчетливо, так что весь он предстал перед ними, как говорится, во всей красе. После недели безумия вид у него был, мягко говоря, специфический. На его тощем теле болтался смастаченный из простыни хитон. Щеки ввалились, тонкие губы раздвигала застывшую улыбка. Расширенные блестящие глаза смотрели вдаль. Он шествовал не спеша, прямой, словно шест, будто бы полностью безучастный и отстраненный. Рядом с ним спокойно шагал белый мальчик и белая женщина с бурей летящих волос. Позади монструозный снеговик, порывисто крутящий длинными щупальцами. А там, за снеговиком, исчезали-возникали, ревели и бились зыбкие диковинные чудовища. Федор хотел кричать, но уже наглотался искрящегося воздуха. Еще немного, и он, рассмеявшись, вместе с Юрием, Зоей, Захаром, Крисом и Леонидом, двинулся к человеческому жилью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова